Блин, Анжела, давай бегом собирать, собираем пазды, но... Где мои носки, блин? Пока одевал носки, чуть не убился. С этими женщинами это зло одно. Шутка. Всем привет. Сегодня я вам покажу классные товары с магазина New Chick. Это будут в основном товары для пловцов, спортсмены, борцухи. Насчет борцов шучу. Короче, будет интересно. Я вас приглашаю прогуляться вместе со мной на природе. А то студия уже поднадоела немного, да? Вот. И посмотрите на интересные товарчики. Товары, если не понравятся, посмотрите на природу. Она реально шикарная. Погнали! Для начала я вам расскажу про плавательные очки. Кто любит бассейном заниматься, кто любит плавание. Скоро лето, у нас будет речечка, классная водичка, тепленькая. И нам будут нужны плавательные очки. Ну, кто их любит, кто их покупает, кто их одевает. Кстати, замечу, нужно покупать очки, потому что вода не попадает в ваши глаза или меньше попадает в ваши глаза. И они не болят. Значит, у меня были вот такие очки обычные. Они хорошие. Это я покупал у нас в магазине. Но они сильно жмут на ваши глаза, потому что у них корпус один скреплен. Ну, получается, видите, у них нет тут перемычки гибкой. У них полностью один корпус. В магазине New Chic я заказал себе вот такие вот очки. Сейчас я вам распакую. Ну, приходят они хорошо упакованными, в хорошей упаковке. Вот такой вот герметичный, это очень важно. Выглядят они вот так. Вот такие очки. Что первое хочу отметить. У них приятное стекло. То есть, когда вы находитесь в воде, вы хорошо видите все происходящее. И, в общем, вам приятно в них плавать. Я занимаюсь плаванием в бассейне уже четвертый месяц пошел. Вот. И, в общем, я увидел сразу же разницу от этих очков с этими. От этих очков у меня болели глаза, вернее, края. А эти очки сразу же одел. Они моментально присосались. И, в общем, очень удобно. Также у них есть вот такие вот затычки. Беруши называются. Тоже как бы удобно. Вы их не потеряете, эти затычки, потому что они прикреплены к ремешку. Потом, тут есть система антизапотевания. Я вам скажу так. Как бы система есть, пока вы очки не намочите. То есть, вы намочили их водой, и они у вас начинают потеть. Полезный лайфхак. Берете очки. Слюной своей смазали. Можно потом окунуть в воду. Но можно и не окунать. И у вас очки потеть не будут. Это очень важный аспект. И, в общем, я к этому пришел через месяцы узнавания этой информации. В общем, лайфхак прикольный. И полезный, и, что главное, действенный. В общем, эти очки могу рекомендовать. Они мне очень нравятся. Покупайте их в магазине New Cheek. Ну, или в других магазинах, где захотите. Я же покупал в магазине New Cheek. Нормальные очки. Меня все устраивает. В них плавать комфортно, что самое главное. И замечу, что у них корпус получает не монолитный получается, а, то есть, они состоят, как бы, каждая часть очкова сама по себе. И мягкая серединка. То есть, это очень важно для бассейна. Они вам не будут пережимать переносицу. И вы сможете в них плавать совсем комфортно. И, в общем, я рекомендую. Я поплавал, сразу же увидел результат. Мне нравится. Далее идет у нас шапка для плавания. Куда же мы пойдем в бассейн без шапки? Изначально у меня была вот такая вот обычная, одна из дешевых шапочек. Она не силиконовая. Она, в общем, мне не понравилась. Не понравилась она мне тем, что она полностью голову не облегает. То есть, идеально она не облегает голову. И у нее здесь есть резинка. И эта резинка пропускает воду. То есть, вы проплыли, потом, оп, вытрусили с ваших ушей воду. И, в общем, это до самой лампочки, скажем так. Это неудобно. Я себе заказал в магазине New Chick вот такую шапку. Вот, как мы видим. Что примечательно в этой шапке? Что удобно? Изначально у нее есть, как бы, отсек под уши. Ну, он, типа, да, удобный. Сразу я удобства этого не почувствовал большого. Но, типа, как бы, да. Я посмотрел в зеркало. Уши реально сидят на этом положении. И в этих местах шапка не так сильно обтягивает вас. То есть, она не создает дискомфорт для ушей. Далее, что очень главное. Шапка-то силиконовая. Вот. И она идеально прилегает к вашей голове. Сразу же показываю. Ну, то есть, если вы ходите в бассейн, и у вас есть проблемы с шапкой. Вот эту шапочку берите на заметку. Она силиконовая. Она растягивается. Вот, просто нереально. Она облегает вашу голову. И в ней комфортно реально плавать. Как она одевается? Запихиваете вот так руки. Вот, ладонями вовнутрь. Растягиваете. Оп. И уже одели. Все. Шапка готова. Шапка на голове. Сняли. Раз. Сняли. То есть, этот товар, что очки, что шапка, как бы рекомендую стопроцентно. Лично протестировал. Лично уже плаваю в ней больше месяца. Вот. И, как бы, доволен на 100%. Давайте посмотрим природу. А то я снимаю, снимаю. А природу-то не видно нормально. Далее у нас идут вот такие вот велосипедные очки. Очки чем хороши? Они поляризационные, если я правильно сказал это слово. Вот. У них есть, что очень хорошо, вот такие вот мягенькие вкладки в середине. И мне очень-очень комфортно в них ездить. У меня уже были очки. Я покупал специально велосипедные. И в середину глаз, получается, когда вы едете, поступал, проникал воздух. Ветер, я бы даже сказал бы. И это не очень-таки хорошо. И если вы едете быстро и при ветреной погоде, это, как бы, в общем, это плохо очень. И ваши глаза могут запростудиться, скажем так. Вот, заметьте, у них есть вот такие вот вкладки. Они очень удобные. Они мне нравятся. И я вот уже езжу несколько дней в этих очках. Также купленных в магазине Newchik. Ссылочки будут все в описании под видео. Переходите и смотрите. Также купленных в магазине Newchik. В общем, они классные. Они мне нравятся. И это уже мои третьи или четвертые велосипедные очки. И пока что они одни из лучших. То есть, эти очки самые топовые. Я вам их могу рекомендовать. Сделаны они из хорошего пластика. Они полностью, их не стекло защищено вокруг. И у них есть мягкие вставочки на краях. И, кстати, замечу, что я не потею в них. Скажем так, когда вы едете, когда вы постоянно в движении, то вы не потеете. Это очень важно. Ну, правда, если вы купите их на лето, то во время езды вы не будете ощущать дискомфорт. А если вы будете носить их как не очки для велосипеда, а просто как очки, то вы можете почувствовать дискомфорт из-за того, что будете потеть. То есть, гоняете на велике, эти очки именно для вас я вам рекомендую. Мне они понравились. Мир, как бы, через эти очки смотрится качественно, хорошо. Никаких искажений особо не... Ну, как бы, вообще никаких искажений нет. Вот, потому что у них есть защита или, как бы, степень поляризации. У меня есть специальная картинка, короче. И я, в общем, их проверил. Эти очки и могу вам смело рекомендовать. Вот так они смотрятся на мне. Вот. Смотрятся они вполне хорошо. Сверху вот есть... Как бы они вот так вот выглядят. Снизу вот так. То есть, круто. Кстати, лайчик за природу, а! Зацените, что у меня тут есть. Крутяк, да? Не нравятся сегодняшние товары? Ставьте лайк хоть за природу. Это круто. Сверху вот так. Еще у нас была вот такая вот сумка. На данный момент у меня ее уже нету. Я отдал ее своему младшему брату. Но на видео вы ее сейчас увидите. И у меня есть вам что про нее рассказать. Значит, не сумка, вернее, а портфель. Этот портфель, рюкзак, можно сказать. Он очень вместительный. И это его главное преимущество. Но сделан он, я не скажу, что сильно качественно. Если у вас есть нормальная сумма для рюкзака, он у нас стоит в районе 800 рублей. В гривнах это 300-400 гривен. Вот. Если у вас есть сумма на хороший рюкзак, купите себе другой хороший рюкзак. Если вы ограничены в бюджете, этот рюкзак могу вам, в принципе, советовать. Стоит он недорого. И я вам могу сказать, что за такие деньги рюкзак вполне нормального качества. То есть, он сделан более-менее нормально. Прошит везде, но подкладок у него на спине нету. Подкладок на лямках у него нету. Просто обычный вместительный рюкзак. У него два или три отделения. Вот на видео вы сами все видите. И реально главным его достоинством и преимуществом это его вместительность. Там помещалось прям очень хорошо. Если вы хотите куда-то с ним ехать, я бы задумался и купил бы рюкзак посильнее, покачественнее. Если вы его не будете убивать, а будете носить, не знаю, на тренировку, для школы и будете бережно к нему относиться, то можно, в принципе, покупать. Цена, качество стоит 800 рублей недорого. В принципе, у нас за такие деньги хороший рюкзак, в принципе, особый не купишь. За хороший рюкзак нужно выложить около 2000 рублей. Или по гривнам у нас 700-800 гривен. За такие же деньги можете смело покупать, если вам он более-менее приглянулся к сердцу. Я им не разочарован, потому что стоил бы он дорого, я бы был бы очень зол. И, в общем, ехал бы в Китай, забрал бы деньги. А за такую сумму вполне годная штука. И напоследок у нас будет вот такая вот скрытая сумочка. Реально очень прикольная штука. Сейчас я вам покажу, как она одевается, все ее нюансы, возможности. Так, у нас есть такой вот крючочек для ключей. Ключов, ключей. Оп. Мы их можем присоединить. Потом у нас есть вот тут два отделения под ключи, допустим, и под паспорт, допустим, и под телефон. Сюда телефон вставляется довольно хорошо, удобно. Паспорт в этот же карман в обложке. Вставляется, влазит идеально в обложке. А и без обложки он вообще туда вставится без вопросов. Также у нас есть вот такое вот отделение. Вот такое вот отделение. Не знаю, для мелочи. В принципе, для маленького телефона, Nokia 3310 Forever, что-то подобное, сюда влезется идеально. Сумка у нас скрытая. Вот тут у нас находится липучечка. Оп, мы отлепили. И легко и сняли. Также у нас вторая лямка получается вот такая, на вот таком вот креплении. Вот, то есть, что как бы прикольно. Поначалу я не понял, как ею пользоваться, как ее присоединять и надевать. Но вам сейчас показываю. Вот у нас есть две петли. Мы вот берем их. Надеваем. И все. У нас сумка эта готова. В принципе, под куртку штука удобная. Вот я сейчас вам покажу, как я буду в ней под курточкой ходить. Ну, скрытая сумка, да, она реально скрытая. Если вы ездите где-то в поездки какие-то, например, в поездах. Для тех, кто зарабатывает, например, там где-то деньги ездит. И потом перевозит эти же деньги с собой в поездах, допустим, или в маршрутках. Или вообще любые важные документы. Не знаю, там просто документы, или паспорт, или что-то другое. В общем, все документы, бумаги, которые вам нужно хранить при себе, так, чтобы их никто не скоммуниздил. Вот. Штука, в принципе, прикольная, классная. Больше бы карманчиков, конечно, ей бы. И чтобы место она занимала побольше, ну, соответственно, больше карманчиков. Было бы лучше. В принципе, все самое основное, самое дорогое можете носить под сердцем. Штука удобная, что самое главное. Штука, вроде бы как, комфортная в переноске. И, в принципе, берите на заметку. Кому интересно, ссылочки будут в описании. Мне интересно, я заказал. Штука реально прикольная. В принципе, даже если вы оденете ее под майку, ну, вернее, футболку, будет более как незаметно. То есть, под кофту, если вы ее оденете, будет прям незаметно. Держателя под пистолет нет. Кто будет спрашивать, под кобуру нет. Чисто сумка для каких-то дорогих вещей. Берите на заметочку. Вот такие у нас сегодня были товары. Вон, Анжела уже оценила. Ей понравилось. Надеюсь, оцените и вы. Товары годные. Могу смело рекомендовать. Большинство я уже пользую. В принципе, все товары, кроме сумки, я пока ее не сильно пользуюсь. Все уже используются, все уже проверены. Я могу вам, короче, рекомендовать. Вон, Анжела у меня уже делала заплывы, короче, по реке. Хотя ж она не утонет. Спасибо вам за просмотр. Если понравилась природа, ставьте лайк. Тут как бы грех такое не посмотреть. Вот, подписывайтесь на канал. Дальше будет много интересного, прикольного и ржачного. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok